Прививаться или нет? Наталья Маховик давно задается этим вопросом. Коронавирус, к счастью, ее обходят стороной. Да и после работы нет времени ходить по поликлиникам, а тут вакцина сама приходит. В торговом центре недалеко от дома можно и продукты купить, и обезопасить себя от опасной болезни. С собой необходим только паспорт. Почему вы решили вакцинироваться? Так как я работаю с людьми, решила себя подстраховать и сделать вакцину. Как вы себя чувствуете после прививки? Хорошо. Есть ли какие-то болезненные ощущения? Нет. Пункт хоть и мобильный, но все необходимое есть. Перед введением препарата – обследование. На месте врач проверяет пульс, измеряет давление и температуру. Пациент заполняет анкету, только после этого – укол. На выбор две вакцины – китайский Вероцел и российский спутник Ви. Не забывайте, прививка двухкомпонентная. Пользуясь случаем, приглашаю всех сделать свой осознанный выбор, провакцинироваться, победить инфекцию ковид, эту пандемию и защитить себя и своих близких. Кроме торговых центров, мобильные бригады выезжают в общежитие, на предприятие и на дом к людям с инвалидностью. Полностью экипированные. Вакцину перевозят в переносных холодильниках. Процедура занимает не больше 10 минут. Это у нас доктор, который ведет прием, осматривает человека и выносит разрешена или не разрешена вакцинация, допуск вакцинации. Медсестра, которая непосредственно производит вакцинацию. Также еще помощник, который помогает измерять сатурацию воздуха, артериальное давление и температуру. То есть в основном это, конечно, три человека, но иногда два. Напомним, в Беларусь пришла четвертая волна коронавирусной инфекции, эффективный способ защиты, массовая вакцинация. Медики напоминают, чтобы выработался коллективный иммунитет, должно быть привито не менее 60% населения.